Короче, пацаны, попользовался пару недель данным смартфоном, а он увесистый гад. И вот такая фигня вылезла. Теперь все футболки маленькие. Smart Plus Приветствую вас на канале Smart Plus. Конкуренция между китайскими производителями обостряется. Некоторые процветают, другие по сути задних, а третьи предлагают лучшие характеристики за меньшие деньги. Что надо современному потребителю? Экран 18 к 9, много памяти, батарею тоже побольше и NFC в придачу. И все это не задорого. Вот подобием некоего исполнителя пожеланий и стал сегодняшний герой обзора Oukitel K6. Чем же может удивить, порадовать или огорчить? О нем я изложу вам все как есть и в чистом виде. Вы знаете, подобных смартфонов сейчас много, но в Китае еще не просекли, что нам нужен NFC в бюджетных смартфонах. Я бы не заказывал на обзоры этот телефон за его цену, не будь в нем NFC. Он бы просто потерялся в разнообразии ему подобных в таком же ценовом диапазоне. А наличие NFC меняет дело. Плюс отличная батарея, плюс много памяти. Если вы захотите пересмотреть интересующий вас момент, то заходите в описание под видео. Там будут указаны пункты обзора по времени. Итак, покупался смартфон в магазине Banggood по хорошей цене. Все пришло быстро. Ссылку на проверенных продавцов с адекватной ценой тоже оставлю в описании. Вот в такой белой и немаленькой коробке он ко мне пришел. Комплектация понравилась. С виду ничего не отдает дешевизной. Все сложено аккуратно в белых коробочках. Блок быстрой зарядки, кабель USB Type-C, переходник на 3.5 разъем для наушников, также OTG кабель, скрепка, ну и мануал пользователя. Сразу подмечу, что не соглашаюсь и не собираю соглашаться с модой на отсутствие 3.5 джек в телефонах. Переходники это неудобно. Телефон с коробки поставляется с силиконовым чехлом и в защитной пленке. Это хорошо. Взяв в руки данный смарт, я сразу понял, что он предназначен исключительно для мужиков. Или же для сильных и независимых женщин в том числе. Так как и толщина, и габариты, и вес не совсем подойдут для хрупких женских ладошек. 244 грамма это уже выше среднего. Ведь тут огромная батарея. У меня образец синего цвета. На мой вкус он выглядит лучше черного. И отпечатки на его маркой крышке заметны меньше. А на задней панели мы видим красивые переливы. И да, черный поднадоел, если честно. Но есть тут и спорный момент. Покрытие глянцевое и очень охотно собирает отпечатки пальцев. Потому эта красота легко заляпывается. И выглядит уже не очень. Надевать силиконовый чехол или нет, решает владелец. Но если этого не сделать, царапаться будет 100%. Поскольку задняя часть выполнена из пластика, имитирующего стекло. Да еще и с глянцевым покрытием. Я бы носил лучше в чехле. Но это уже дело вкуса. Рамка устройства выполнена из металла и окрашена в цвет устройства. Стекло экрана у нас имеет модное 2.5D скругление. Верхние и нижние рамки у нас поменьше, чем те, к которым мы привыкли. Но далеко не минимальны. Боковые же рамки стандартные. Кнопки у нас на экраны, а сверху имеем аж 2 камеры, вспышку, индикатор событий на 3 цвета и датчики. Динамик у нас один. И он снизу, рядом с разъемом USB Type-C. Который, кстати, немного утоплен в корпус. Так что, докупая шнурки, обратите на это внимание. Громкость и питание справа. Лоток под сим-карты скучает слева. Тут он комбинированный. Сзади у нас симметрично выполнены глазки камер. Вспышка и сканер отпечатка пальцев. Расположение элементов выполнено стандартно. Сборка не вызывает нареканий. Есть ощущение монолитности. Смартфон защищен по стандарту IP64. А значит, можно не бояться пыли и брызг. Но топить его, конечно, не стоит. Дисплей у нас на 6 дюймов. Full HD, OGS. Но сразу начну с нареканий. Oukitel. Что это за косяк с минимальной яркости, как у телефонов за 40 баксов? Она тут настолько завышена, что днем, хоть и с трудом, но сможете посмотреть фильм. На минимальной яркости. Напомню, что это не ультрабюджетник. Это чуть ли не флагман компании. И я считаю это недостатком. Так как без света или даже со слабым светом, вам может быть ярковато. И читать с него уже будет вредно для ваших глаз. А так, углы обзора и цветопередача хорошие. Максимальная яркость нормальная. Вам будет хватать днем на улице. С балансом белого тоже все в порядке. Но что приятно, что тут есть функция тонкой настройки Miravision. Где и цвета можно крутить, и контраст, и баланс белого на свой вкус. Потому тут уж точно проблем не будет никаких. Версия Miravision тут продвинутая. Даже функция защиты глаз от синего спектра есть. И это радует. Углы обзора тут типичны для нормальной IPS матрицы. Искажения под углами далеко не критичны. А мультитач показывает 10 касаний. Кроме завышенной яркости в минимальном положении, особых претензий к дисплею нет. Смартфон имеет хоть далеко и не флагманскую, но и неплохую техническую платформу. Процессор Helio P23 от Mediatek на 8 ядер. Примечательно, что его техпроцесс составляет 16 нанометров. И это логично в смартфоне, который заточен на автономность. Процессор достаточно экономичный. Хотя тот же Snapdragon 625, 630 или хотя бы 450 был бы на мой взгляд предпочтительнее. Но этот процесс тоже ругать не приходится. Его будет достаточно для всего, кроме тяжелых игр. Тут стоит видеоускоритель от Mali G71MP2. Возьмем эталонный для игровой производительности тест игру Танки. Она на сейчас самая тяжелая среди игр на Android. При средних настройках с выключенными тенями у меня не получилось играть нормально. FPS проседал иногда до 20. А вот выставив низкие настройки графики, играть можно с комфортом. Это что касается самой тяжелой на сегодня игры. Остальные игры будут идти без особых проблем. Например, Asphalt 8 играется на высокой графике без нареканий. Последняя версия Antutu 7.0.4 из Play Market выдает почти 68,5 тысяч баллов. А 6 гигабайт оперативной памяти позволяет держать в ней немаленькие приложения, не перезагружая их. Датчики тут представлены небюджетным набором, включая гироскоп и магнитный сенсор. Сканер отпечатков пальцев распознает касание очень неплохо и почти всегда. В начале, когда смартфон мне только пришел, сканер по ощущениям работал медленнее. Сейчас ускорился. Видно, что ребята допиливают прошивку, как и в случае с NFC, который сначала не хотел работать с Android Pay, что тоже пофиксили. Но если сравнивать его с серией Redmi от Xiaomi, к примеру, то последний разблокируется быстрее в раза два. Хотя никакого дискомфорта с Oukitel K6 я не испытывал. Меня скорость устраивает. Также тут есть еще один способ разблокировки Face ID. Но скажу вам сразу, что он не будет удобнее и лучше, чем сканер отпечатка. Потому что работает за счет фронтальной камеры. И она тут частенько ошибается. Особенно при плохом освещении или в движении. Да и сама разблокировка таким образом занимает чуть больше времени. Но главный недостаток в том, что тут нельзя совместить сразу два способа разблокировки. Или Face ID, или сканер. Потому, на мой взгляд, отпечаток лучше. А еще ваш смартфон легко разблокировать, когда у вас закрыты глаза. А это значит, что ваша жена или подруга сможет легко залезть у ваш телефон, когда вы спите без вашего ведома. Потому убирайте всю клубничку и всю свою переписочку подальше. Был у меня на тесте Xiaomi Mi Note 3. Там и сканер, и Face ID работали вместе. И он не разблокировался, когда у вас закрыты глаза. Вот так это должно работать. Смартфон работает на Android 7.1.1. Тут большая часть от головы Android с добавлением своих фишек. И немного переделанной оболочкой. Можно поменять кнопки навигации местами, настроить цветопередачу, индикатор событий, управление жестами. Сразу видно сторонние пункты, поскольку они отображены на английском. Но таких пунктов тут немного. В шторке есть полезные фишки. Вы одним кликом можете начать запись экрана, включить или выключить экономию трафика и даже активировать обратные цвета на экране. Это вам пригодится, когда вы захотите браузить ночью. Белое свечение не будет приносить вам дискомфорт. Спасибо, конечно, за заботу, но лучше бы сделали меньшую и минимальную яркость экрана. Система работает стабильно. Не замечал за 14 дней использования ни тормозов, ни лагов, ни вылетов. Благодаря большому количеству оперативы вы даже можете открывать все подряд и не заставить его лагать. Прошивка обновляется по воздуху. Производитель ее постоянно допиливает, потому что в самом начале она была явно сыроватой. Прием всех сетей не вызывает каких-либо вопросов. Все работает отлично. LTE бенды есть все необходимые, в том числе бенд 7 и бенд 20. Чувствительность Wi-Fi порадовала. Bluetooth версии 4.2. Тут все без вопросов. Но вот нашлась и ложка дегтя. Практически все собеседники жаловались на эхо при разговоре. Они слышали свой голос. Вот это косяк, товарищи. Может дело в прошивке или они используют разные микрофоны. И скорее всего данный недочет пофиксят в обновлении. Но такая проблема по-моему уровня ультрабюджетников. На 4PDA некоторые пользователи жалуются на данную проблему и она конечно же проявляется не у всех. И хорошо, что это легко исправить. Качаете из Play Market инженерное меню MTK, чтобы не вводить вручную код. Это будет быстрее. Заходите в инженерку, отдали пункт Hardware Testing, Audio, Volume и уменьшаете громкость значения UL Gain до 116. По умолчанию у меня стояло значение 164. После нажимаем кнопку Set и на всякий случай перезагружаем телефон. После этого эхо у собеседников пропало. GPS в смартфоне отлично ловит спутники как GPS, так и GLONASS. Даже в помещении без проблем. Но открыв карты Google я заметил, что точка иногда может немного прыгать с разбросом. Но в режиме навигации с привязкой к дороге ведет четко. Потому использовать как навигатор можно. Для пешеходов тоже сойдет. Иногда может съезжать немного в сторону, но не заблудитесь. Также компас будет указывать направление в картах. Теперь о приятном. Об одном из главных плюсов смартфона. О наличии NFC. Еще недавно тут не работал Android Pay. По причине программных недоработок. Но как я упоминал выше, прошивку постоянно допиливает. И его способности увеличиваются. И вот после очередного обновления все стало на свои места. NFC при использовании Android Pay работает отлично. Вот видео, где я испытал свой образец. В настройках бесконтактной оплаты пока нельзя выставить оплату другими приложениями, когда их открываешь. Их нужно менять в основном в средстве оплаты. Но это скорее сам Android 7, так как не только в Oukitel K6 наблюдается данная проблема по отзывам пользователей. В любом случае это скоро пофиксят. В смартфоне установлен один мультимедийный динамик. Его нельзя назвать очень хорошим, он тут скорее средний. Звук плосковат и лишен низких частот. На максимальной громкости может слегка похрипывать, но незначительно. Учитывайте, что звук будет искажен микрофоном и вашей воспроизводящей акустикой. Особенно если вы смотрите это видео со смартфона. Кстати, ставьте лайк, если это так. Я только со смартфона и смотрю ютюбчик. Громкость средняя. Я люблю когда немного громче, чтобы был запас. Может это связано с тем, что телефон защищен по стандарту IP64. И там стоит специальная мембрана. По частотам тоже хотелось бы немного их большего спектра. Но видео с ютюб смотреть можно без проблем. Разговорный динамик хороший. Собеседника слышно нормально. Звук в наушниках неплохой. По частотам все отлично. Решил провести тест вслепую. Попросил помощницу включать по очереди наушники в Redmi 5, на которой я недавно тоже выпустил обзор. И в Oukitel K6. При этом я не смотрел какой телефон играет. Разницы в качестве нет. Оба звучат отлично. Хоть звук в наушниках нормальный, но без запаса громкости. Кому-то может быть тише, чем хотелось бы. Но и тут можно легко добавить звук в инженерке. Ведь это MTK. Я пробовал добавить громкости, и ее стало с запасом. Заходим в инженерку, выбираем вкладку Hardware Testing, нажимаем Audio, далее Volume. Ну и далее нажимаем Audio Playback, и в строке Headset PGA вводим большее значение. Я поставил 160. И жмем кнопку Set. Вы сразу почувствуете разницу в громкости, если до этого вам ее не хватало. Камера. В смартфоне заявлено наличие четырех камер, но имеет место быть маркетинг. Если там и есть дополнительные модули камер, то они скорее всего предназначены для того, чтобы определить, не закрываете ли вы их пальцем, проверяя их наличие в режиме размытость. Потому что такую же размытость по кругу я видел в самых бюджетных смартфонах, в которых вторая камера муляж, а размытие по кругу достигается программным путем. Точно такую же. Так что, Oukitel, не лапшай нам! Потому вторые модули не берем во внимание. Основной модуль от Samsung на 16 мегапикселей с интерполяцией до 21 мегапикселя, с апертурой f2.8. Что не очень хорошо для условий с плохим освещением. Что мы и можем наблюдать на фото и видео. В хороших условиях, например, днем на улице, можно получать достаточно хорошие и насыщенные снимки. В плохом освещении шумов не избежать. Фронталка на 8 мегапикселей. Нормальная, лучше чем в ультрабюджетниках, но шумы появляются даже при нормальном освещении. Видео основная камера пишет в максимальном разрешении 180p. Оно понравилось гораздо меньше, чем фото. Во-первых, раздражает постоянно бегающий при съемке автофокус. И звук перефокусировки, который можно услышать даже в видео, если снимать в тихом помещении. Во-вторых, сам звук при съемке пишет отвратительно. Проверка записи видео на камеру Oukitel K6. Разрешение Full HD. Наблюдаются постоянные шумы. В условиях недостаточного освещения наблюдается просадка FPS. Явно на что не делали упор в этом смартфоне, то это на видеосъемку. Еще до презентации было понятно, что упор в аппарате тут будет сделан на автономность. Конечно, это его сильная сторона. Тут заявлена максимальная емкость на 6300 мА. Тестер показал 6280 мА, а значит емкость честная. При воспроизведении 30 минут видео с YouTube через Wi-Fi на средней яркости, телефон будет терять 3% заряда. Игра в танки отнимет 6% заряда. От 0 до 100 заряжается почти за 3 часа, что неплохо для такой емкой батареи. При среднем стиле использования вам заряда будет хватать на 3 дня работы без подзарядки, что очень хорошо. Так что толщина за счет батареи оправдана. Ну что же, подведем итог. Смартфон вышел весьма неплох, но и не без недостатков. Это первый смартфон с NFC от компании Oukitel. Он открыл эру недорогих смартфонов-кошельков, что очень хорошо. Батарея тут, конечно, радует. Такой вариант подойдет тем, кто не имеет возможности часто находиться возле розетки. Девушкам не подойдет по весу. Брутальным мужикам – да. Есть и плюсы, и минусы. Итак, плюсы. Неплохая сборка и внешность. Экран. Если не брать в расчет завышенную яркость. Автономность. Она тут просто отличная. 2-3 дня работы вам гарантированы. Количество оперативной и внутренней памяти. Как говорят, ее много не бывает. Минусы. Вес и габариты. Программные недоработки. Еще сыроват, но ошибки исправляются. Думаю, все будет окей в итоге. Камеры. Уступают более дешевым смартфонам из последней серии Redmi. Микрофон. Эхо пропало после изменений в инженерном меню. Хотя это и не трудно было сделать. Но почему купив его за 200-250 баксов, я должен этим заниматься. И искать решение. Ну и плюс еще поднял звук в наушниках. Сам звук из внешнего динамика в минусы не отношу. Тут нейтрально. Нехорошо и неплохо. Но есть и лучше за эту цену. Так как не отношу и отсутствие 3.5 джека для наушников. Тренды мать их. Зато тут есть защита IP64. Что тоже к плюсам не отношу, поскольку не проверял пылью и водой. Подходит вам или нет данная машина, решать вам. Я же постарался правдиво и по полочкам разложить все аспекты использования данного аппарата. Потому не жалейте лайки и конечно же подписывайтесь на канал. При покупке используйте надежный кэшбэк сервис, чтобы потом часть денег вернуть обратно. Так как сделал я при покупке данного смарта. Ссылка в описании. С вами был Смарт Плюс. До новых встреч, друзья!